Собака, а тебя когда последний раз кормили-то, а? На, пожри хоть чуть-чуть, а то чё-то ты это самое, совсем стал тощим. Друзья, всем привет, с вами Никита Дилой и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Нафармили мы немного денег на стриме, выполняя контрактики, и у нас теперь чуть больше чем полтора миллиона, и сегодня мы их потратим. В общем-то, друзья, чё нам надо сегодня сделать? Во-первых, как обычно, у нас созрело поле к началу серии, и нам нужно его убрать. Здесь у нас овёс, и поэтому мы его тоже отвезём лошадкам. Далее, друзья, около лошадок у нас тоже созрела травка, и её нужно покосить. Её нужно покосить и перевезти вот сюда вот, закинуть. У нас тут стоит сушка для сена. Для этого надо будет, кстати, купить косилку. Если останется лишняя трава, то придётся её отвезти на хранилище, которое я также запланировал сегодня купить. Хранилище нам нужно. С контрактов, друзья, у нас ещё, кстати, осталось тут сено в тюках, поэтому надо будет его тоже закинуть лошадкам. Потому что сено у них маловато. Ну, овёс тоже соберём, закинем им обратно в кормушки. Во втором загоне его меньше чуть-чуть получилось. Будет, в общем-то, всё наоборот. Они уже развились до 15%, уже стали дороже стоить, чем мы их покупали. Ну, водичку, солома им не надо, мы платим деньги за то, чтобы рабочий всё это дело нам возил. Так что, друзья, как-то так. Что ж, друзья, в первую очередь берём вот такую вот замечательную косилочку. На неё можно сзади будет жахнуть тюковщик или же подборщик травы. Очень много споров было, можно или нельзя, мы даже на стриме проверили. Можно. Стоит она дохрена денег, 380 тысяч, но она нам нужна. Плюс также она у нас будет работать на контрактиках. Это ведь замечательно. Покупаем. Плюс, друзья, сразу же, чтобы у нас просто он был исключительно для контрактов, потому что я всегда его арендовываю для контрактов. Я очень люблю контрактики на тюковку, как показала практика. Они реально приносят много денег и, ну, в общем-то, хоть и геморно, но всё равно я их выполняю. В общем-то, мы возьмём вот такой вот замечательный тюковщик, который будет цепляться к нашей косилочке и они за один проход будут всё поле сразу делать. Не надо будет сначала косить, потом волковать, потом тюковать, всё будет за один проход. Так что эту хреновину сразу же покупаем, чтобы потом за ней не ездить. Также, друзья, мы дальше лезем в меню и покупаем участок, на котором находится наше хранилище. Купить 995 тысяч, почти миллион, отдаём за всё это дело. И теперь нам доступны хранилища, да? Да. 10 миллионов литров они в себя вмещают и туда можно сыпать вообще всё. Ну, разумеется, то, что на поддонах нельзя, но всё сыпучее там хранится. Кроме семян удобрений и извести, по-моему. Там немножко склад в другом месте, там где компост мастер. Но в любом случае у нас, в общем-то, это всё есть. Теперь салону мы не будем продавать с поля, а будем возить на склад. Кстати, я давно хотел, знаете, что сделать? Я хотел, друзья, продать наши пополнялки и поставить их на глав... Не, ладно, мы этого не будем делать. Когда купим главную базу, тогда мы их сюда пихнём. Пускай пока там стоят. Мы потом их перенесём на базу и будем пополнять семена удобрений вот здесь. Не знаю почему, но мне кажется, это более правильным. Тем более удобрения мы, как правило, вручную. Ну, в общем-то, мне так хочется. И да, вот она замечательная косилочка. Мне она, в принципе, нравится. Она не такая широкая, как модовая была у нас на 17 ферме, но всё равно должно быть всё норм. Давайте, короче, пригоним её на базу. Точнее, тюковщик на базу, а косилку сразу к лошадкам. Заберём, кстати, прицеп подборщик. Там ещё, в общем-то, погнали. Текст. Короче, оставляем это всё дело здесь. И выставляем в работу комбайн на уборку. Кстати, ещё не такой убитый. Топлива в нём не очень много. Но, ладно, я думаю, должно хватить на уборку. С комбайном у нас всё как обычно. Поле 07, уборка 5 метров. Это его любимый маршрут. Поэтому со стартовой точки давай, дружище. А вот трактор, который будет с ним работать, немножко по-другому, не совсем привычному для нас маршруту будет ездить. Ему, друзья, мы запишем новый маршрут. Временно, как в прошлой серии, на один раз. Хотя он был в прошлый раз, и в этот раз мы ещё раз его же делаем на один раз. Но, в общем-то, я не вижу смысла его сохранить. В любом случае, маршрут для того, чтобы отвезти овёс лошадкам. Когда он сюда приедет, мы говорим ему остановиться. Мы об этом узнаем. И сами вручную выгрузимся по очереди в оба загона. Первый прицеп в левый загон, потом в правый. Потому что в прошлый раз мы сделали наоборот. В общем-то, чтобы у них равное количество было. И что-то народ я затупил и почему-то поехал в сторону базы. Ну ладно, ничего страшного. Придётся сделать ему кружочек. Ставим ему работу с комбайнами. С нашей новой, как обычно. Скоро, друзья, мы её заменим. Пока она работает только на этом поле. Её вполне хватает, но уже скоро у нас будет новый комбайн. А то очень много комментариев по этому поводу. Вот, в общем-то, эти пацаны должны вроде как нормально работать. А мы тогда возвращаемся к нашим лошадям. Давайте для начала вот эти вот тюки распределим по загонам. Сколько у нас там их есть? Сколько их штук вообще, кстати, здесь? Раз-два, 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 раз-два. В общем-то, по парам их можно распределить. Левую и правую сторону, например. Проще, конечно, это было сделать с помощью грузовичка, но ладно, поносим вручную. Нет, друзья, я не хочу это делать вручную. Я, конечно, любитель извращений, но мы возьмём нашего ЗИЛА. В общем-то, всего их здесь 18 штук. Надо как-то загрузить 9. Правда, один мы уже выгрузили, то есть 19 было. Ну ладно. Так, я понял, это будет тяжело. Будем, значит, медленными шажочками. А последний можно, кстати, закинуть и руками. Вот так вот. Садимся обратно в ЗИЛ, выключаем автоподбор и едем разгружать его в первый загон. Оп, всё улетело. Вот так вот. Оп, и во второй всё улетело. Замечательно. Давайте ЗИЛка пока что бросим здесь и переместимся в нашу косилочку. Да, кстати, сено мы практически набили и это неплохо. Надеюсь, его надолго хватит. В общем-то, давайте немножко покосим травки. Один прицеп наберём, хотя бы скинем его в сушилку для сена. Посмотрим, чё почём. Остальную траву, в принципе, тоже можно будет собрать, отвезти на хранилище и в будущем переработать её в ЗИЛАС на ферментаторе, например. Когда у нас появится этот самый ферментатор. Давайте для начала устроим небольшой покосик. О, блин, а после неё надо будет волковать. Это не очень хорошая новость. А я думал, она будет сразу собирать всё. Ну ладно. Этот прицеп-то ещё справится, а вот тюковщику будет плохо. Ну что, друзья, как-то так. Не сказать, что тут прям до хрена травы у нас растёт. Возможно, в следующий раз после покоса этой лужайки будет её меньше, потому что она была удобрена и больше я это всё дело удобрять не буду. В общем-то, ладно, складываем это всё дело. Меня немножко расстроило, конечно, то, что эта косилка сразу не волкует. То есть, помните, в 17-й у нас посередине только волок такой оставался. Здесь такого нету и это не очень хорошо. Ну ладно, как что-нибудь придумаем. Давайте выгрузим всю эту траву сейчас в сушилку для сена и пускай она сушится. А чё, не сюда это выгружается, что ли? Нет? А, просто не тот инструмент стоял. Всё нормально, без паники. А чё это мы больше туда не сыпем? Туда же 100 кубов лезет. Я, честно говоря, вообще не понял, что это был за прикол. Ну ладно, высыпается и высыпается. Давайте сразу в меню посмотрим, чё да как. 4000 литров в час она перерабатывает. Это, в принципе, неплохая скорость. То есть, то, что мы туда высыпали, за сутки переработается. Это хорошо. Хорошо, пускай работает. В общем-то, у наших лошадок будет еда. И это замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Такс, прибыл на стоянку, в общем-то, наш трактор. Поэтому прерываем его маршрут и едем вручную разгружать. Пока что в первый загон, который слева. Какая-то хреновина происходит с нашими лошадками. Мне кажется, это из-за этого Animal Keeper. Возможно, мы его уберём. Тогда придётся, правда, солому и воду им возить. Но разберёмся. Там ещё какая-то синяя хреновина появилась. Я вам её сейчас покажу. Во! Она, типа, я так понимаю, воду пополняет. Короче, она сильно мешает жить. То есть, у неё коллизия есть. Поэтому надо будет сейчас задом заезжать сюда. Ну и постепенно, аккуратненько выгружаемся. Загружаемся. Замечательно. И выставляем, в общем-то, тракторишку обратно работать на маршруте. Давай со следующей ближайшей точки. Я думаю, у тебя всё получится. В общем-то, друзья, пока у нас идёт уборочка, я решил, конечно же, позаниматься контрактиками. Там все контракты на удобрения, если честно, они мне трохи надоели. Это я уже так за кадром потом их поделаю. Я решил взять два контракта на тюкование. Но для этого нам понадобится ещё купить валковую жатку. Я решил взять именно на 9,3 метра, потому что на 14 метров жирновато будет. Поэтому покупаем её за 30 тысяч. И у нас есть два контракта на тюкование. Одиннадцатое и тринадцатое поле. Принимаем оба этих контракта, потому что всё остальное удобрение, ну, честно говоря, надоело. Хотя самое топовое я потом за кадром сделаю, когда время будет. Ну и берём тогда нашу косилку, едем за валковой жаткой и везём её на наши поля, которые будем обрабатывать. Ну вот, ребята, и здрасте, приехали. А вала отбора мощности-то нету на косилке. С валковой жаткой она не работает. Вот это подстава, конечно. А так всё хорошо начиналось, а? Что за дела? Ну тогда, народ, у меня только одно решение этой проблемы есть, которое будет чуть позже. А косилку эту мы тогда продаём. Извини, подруга, ты хорошо покосила нашу лужайку, но мы вынуждены тебя продать. И мы 50 косарей практически потеряли на этом деле. Может, стоило её, конечно, починить сначала. Ну ладно, невелика потеря. И, друзья, тем временем у нас закончилась уборка. Мне пришлось, правда, этого ждать специально, чтобы решить ту проблему, скажем так, которую у нас возникла с косилкой. Давайте выгрузим сейчас овёс с лошадкой и продолжим. Да и, в принципе, давайте пока трактор кинем здесь. И, друзья, нужно, в общем-то, перезапустить игру. Ну а решением нашей проблемы, друзья, будет покупка вот такой вот косилки кронбик М500. Ей, кстати, можно изменить цвет обода. И, я не знаю, мне, ладно, серый не нравится, не люблю этот цвет. Покупаем, в общем-то, её. 180 косарей. Дешевле, чем та, лучше по функционалу, но это модовая. У неё чуть-чуть шире будет разброс самих косилок. А также она будет волковать это всё дело сразу. И, соответственно, из-за этого волковая жатка нам теперь не нужна. Можем её продать. Только подцепить, кстати, к этой фигне мы её тоже не сможем. Ну пофиг, мы её через магазин продаём. 8 тысяч ещё потеряли. Бог с ними. В общем-то, погнали, забираем тюковщик и везём на поле всё это добро. Соответственно, пригоняем её на поле и генерируем ей маржрутик. Поле номер 11, разумеется. Хотя, кстати, 11 поле можно по кругу не пускать. Там нормально всё с разворотом. Мы его пустим из угла. Поэтому по кругу нет. 14 метров, там 13.5 было написано. Ну ладно, пускай будет 14. И со стартовой точки это чудо техники запускаем. И, разумеется, надо проверить, чтобы он работал. И косилка, и тюковщик. Всё замечательно. Всё работает. Чистенько убирает. Лепота. В общем-то, пускай работает. Так как он будет вперёд-назад ездить, то теоретически он не должен нарываться на свои тюки, которые у него уже будут посыпаны на поле. Отлично. А мы тогда возвращаемся на базу. Нам, друзья, нужно собрать соломку. Я, видимо, уберу этого Animal Keeper. Поэтому солома нам для лошадок очень нужна будет. Где наш трактор оранжевый, расскажите мне. А, он остался около лошадок. Ладно. Вот этого товарища, соответственно, ставим убирать соломку. Я, пожалуй, загружу ему маршрут по уборке. Как-то он стабильнее работал почему-то. Не знаю почему. Ну и, конечно же, поле 0.7 база. Добавляем именно его. И со стартовой точки запускаем. У этого товарища возникли какие-то проблемы. Он забуксовал. Не знаю, с чем это связано. Он реально не может сдвинуться с места. Ну, на тюк же он вроде не наехал. Что началось-то? Скорее всего, конечно, из-за уклона. Давайте попробуем силушкой богатырской его с места сдвинуть. Сейчас ты поедешь. Да, здесь очень неприятный уклон. Я понял. Кстати, он травка остается. И я не знаю, хорошо это или плохо. Потом, может, соберем его сами вручную. Ну, давай, с ближайшей точки. Да, кстати, я помню, мы ставили радиус поворота побольше раньше. Давайте поставим 14 метров. В 17-й ферме он тогда стабильнее катался. Отлично. Пошел работать. Надеюсь, без косяков. Но пока, друзья, у нас убирается соломка. Разумеется, мы можем поставить удобрить наше поле. И сделаем это с помощью вот этого замечательного красного зелка. Удобрения ему явно не хватит здесь на это поле, поэтому мы добавим маршрут на базу, для того, чтобы он съездил пополнился, когда они у него закончатся. Давай, друг, со стартовой точки. У тебя еще и низкий уровень топлива. Ну, топлива-то должно хватить 20 литров. Давайте, работайте в паре. Знаете, друзья, у этого прицепа явно какие-то проблемы с выгрузкой. Что-то у меня появилось большое желание его тоже заменить. Мы его, конечно, очень все любим и с ним очень просто работать, но он подводит уже не первый раз. Он на курсплее здесь вообще не разгружается, надо как-то прям совсем справа подъезжать. И все это наводит на мысли о том, что надо от него избавляться. Хотя он, конечно, крутой, хоть и немного читерский, но можно взять какой-нибудь другой. Правда, блин, они все такие не очень большие и до хрена денег стоят. Почему-то хочется заменить, потому что уже не первый раз такая бодяга с ним. Ему и на поле неудобно разворачиваться из-за того, что он не блокируется вот этот поворотный ой задним ходом, хрен его сдает. Знаете, друзья, раз уж мы сегодня тратим кучу денег, то давайте так и сделаем. Ну и что ж, прощай ПТС-ка. Он нам, кстати, 12 косарей за нее дают, хотя он отработал уже 5 часов. И у нас на выбор есть из топовых 2 прицепа. Один кроновский, один какой-то Шуйтемакер, не знаю как правильно. В общем-то у них разница в 500 литров, это не принципиально, 15 тысяч. Даже не знаю, какой мне больше нравится внешне. Ага, 150 тысяч это без расширения, 53 куба в нем на самом деле. Зато в кроновском есть классная крышка. Мне вообще кроновский на самом деле больше нравится, с учетом того, что у нас еще и косилка кроновская. Но с другой стороны, этот такой красно-оранжевый, сложный выбор на самом деле. Но расширение у него, конечно, топовое прям. Или взять поменьше, на 42 куба. Кстати, 42 куба тоже неплохо, и он будет сам по себе по размеру меньше, тоже неплохой вариант, в общем-то. Ну нет, друзья, я возьму, в общем-то, вот этот. Разумеется, с расширением бренд колеса поставим Michelin. Да, пускай Michelin будет. И его тоже покупаем. Я очень надеюсь, что он будет нормально работать. Так что давайте, в общем-то, цеплять его и поехали ставить на маршрут. Не знаю, зачем я сюда приехал, если можно было его раньше поставить. Но, в общем-то, давай, со следующей так стоять. Разные полевые работы у тебя. В следующей ближайшей точке, давай. Пошел работать. Ну и, в общем-то, друзья, на этом мы будем эту не самую длинную серию заканчивать. И у меня очередной вопрос для тех, кто следит за этой карьерой и смотрит серии до конца. Что мы будем делать дальше? Опять-таки, два варианта на выбор. В правом верхнем углу сейчас появится голосовалка. Первый вариант из прошлого опроса у нас будет, разумеется, БГА. А второй вариант это купить восьмое поле за 800 с чем-то тысяч и купить нормальный комбайн. Ну и, наверное, нормальный прицеп еще побольше. Короче, упороться в урожай немножко. Опять-таки, у нас же сепараторы есть. Надо им тоже заниматься будет. Вот лошадки у нас с ними все хорошо. Сена там вокруг вообще им хватит по горло. Овса еще тоже хватит на недельку. Должно, по крайней мере. Так что, в общем-то, тыкайте какой-нибудь вариант. И, исходя из этого голосования уже, в следующей серии мы будем заниматься то ли одним, то ли другим. Я надеюсь, денег на это все дело хватит. Надо будет нафармить около миллиона, может быть, чуть больше. Но я за кадром, в общем-то, упорюсь в контракты. Плюс, как обычно, скорее всего, на выходных. В субботу вечером, скорее всего. Или в воскресенье вечером, скорее всего, в субботу. Пройдет у нас стримчанский поболтушечки. В общем-то, приходите на все это дело. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Там тоже уведомления будет. Ютуб иногда с этим тупит. А там можно нажать на кнопочку «Получать уведомления». И, соответственно, заранее будете знать обо всех стримах. И также не забываем про лойсики. Вам не сложно, мне приятно. Пишите ваши комментарии, все, что вы думаете по поводу нашего развития. Может, у вас есть какая-то альтернативная идея. И мне она покажется прям супер классной. В общем-то, интересно все это дело будет почитать. На этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok